Приветствую вас и ваша проблема сложна тем, что человек, с которым вы рядом находитесь, он страдает сильнейшей зависимостью, алкогольной зависимостью. И до тех пор, пока он сам не захочет что-то изменить, до тех пор, пока он сам не захочет перестать пить, не признает, что у него проблемы, что он нуждается в лечении, ваша жизнь будет с ним адом. И по факту, вот по факту, у мужчины нет стимула для того, чтобы это менять, нет стимула для того, чтобы лечиться. Почему? Потому что вы его терпите, вы принимаете его заказы, ухаживаете за ним, держитесь, как вы пишете, держитесь. И зачем в этом случае менять что-то мужчине? Да, может быть, он где-то хочет, где-то в глубине души ему понимает, что надо бы, но понимать и делать это разные вещи, и для того, чтобы делать у него недостаточно мотивов. А вот такой вопрос, а когда появится достаточно мотивов для того, чтобы начать что-то менять в своей жизни? А вот достаточно мотивов появится тогда, когда он будет реально видеть возможность вас потерять, например. Будет реально видеть возможность, допустим, потерять свой бизнес, ресторан. И вот все это, как раз таки, все вот это, и послужит для него стимул. Если послужит. Потому что больные алкоголизмом люди страшны тем, что они рискуют потерять все. Они теряют все, потому что не желают лечиться от алкоголизма. Мужчине признать, что он зависим от чего-то, не реально сложно. Ему невозможно это принять. Ведь если он скажет, что он зависим, значит он слаб. Если он слаб, значит женщина сильнее. Мужчины это не этого, это, ну, принимают очень тяжело. И потому такое огромное количество алкоголиков, потому такое большое количество мучающихся с ними и так далее. Именно по этой причине. По той причине, что мужчине невозможно принять тот факт, что он зависим. Ну хорошо, вот вы уйдете от него, допустим. Вот хорошо, что детей нет, вы от него уйдете. Что будет потом? Потом будут обещания в его адрес, вот это ваш адрес, прошу прощения. Что он исправится, он пить не будет и так далее и тому подобное. Будет все действительно очень натурально. И вам здесь нужно понимать следующее, что даже при лечении, все равно бывших больных алкоголитмов нет. И поэтому в любом случае пить ему больше нельзя. И стоит выпить чуть-чуть и он уже не сможет остановиться. А поскольку соблазнов очень много вокруг, то это будет означать, что вы живете на часовой бомбе. Не будет известно, когда эта бомба взорвется. Вот мужчина ушел и неизвестно, может быть он придет, а может быть и нет. Или может придет, но опять пьяный. Вы себя спросите, вы хотите жить в постоянном стрессе? Даже если вы вылечите его, ну как вылечите, купируете. То нужно очень большое усилие, чтобы на психологическом уровне постоянно его поддерживать. Постоянно поддерживать в нем стремление, собственно говоря, не пить, зажать. И для этого, собственно, мы подходим к самому главному. Для этого нужно понимать причину, по которой мужчина впал в алкогольную зависимость. Дело в том, что никто просто так в зависимость не впадает. Никто просто так не начинает пить на регулярной основе. Если только это не вечеринки, если только это не какие-то клубы постоянные и так далее. Никто не начинает просто так это делать. Значит, есть какая-то душа пустота, есть какой-то конфликт внутренний, есть какие-то проблемы. И алкоголем это заливается. И, соответственно, что бы вы ни делали, как бы вы его не лечили, чем бы вы ему не пытались помочь. А мужчина, если не устранить эту проблему, непонятно почему он пьет, то толкает, то изначально, точнее, толкнул его на бесконтрольное употребление алкоголя. Так и будет начинать пить. Потому что причина, изначально, по которой он начинает выпивать, не устранена. Не выявлена, не устранена. Значит, в первую очередь, если что-то делать, то хороший нарколог, детоксикация организма полная. Это в течение, по-моему, трех-четырех недель. Очень, очень сильная ломка будет у вашего мужчины. Организм полностью будет очищаться от алкоголя. Ну, вы, наверное, сами знаете. Параллельно с этим, вам самой, если можно с ним, искать причину того, почему он изначально начал пить. Какие у него были мысли, какие у него были эмоции в тот момент, о чем он думал и так далее. Анализ этого поможет выявить причину, ставшую основой для постоянного употребления алкоголя. И только убрав ее, можно надеяться, что мужчина перестанет пить. То есть, когда придет осознанное понимание того, что вот та причина, по которой он пьет, не является причиной. И что ее можно устранить другим способом. И что ее устранили. Убрав изначального причину потребления алкоголя, вы имеете все шансы сохранить свой брак и сохранить свои узи. Узи сохранить свою связь с ним и свои отношения с этим мужчиной. Но только, если у него будет на это желание. Если желания у мужчины нет, если желания работать, желания развиваться, бороться с зависимостью у него нет. И он не боится потерять ни вас, ни свой бизнес, то тогда от него надо бежать. Он никогда таким образом не сделает вас счастливыми. Соответственно, не сделает счастливыми ваших детей, если они у вас будут. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь. Уличку помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, делайте его лучшим. Благодарим. Пока. Желаю вам всего доброго. Приятного аппетита. Продолжение следует...